Всем привет, с вами Олег Каннаберерлаб. Сегодня у нас канал Канна Хазимитр Исеник, начинаем обзор Солнца. Как обычно, включаем наш кинотеатр и смотрим, что же происходило за последние часы. Ну, в принципе, мы видим активность вот здесь вот между 5 и 6 часами вот здесь, в этом диапазоне. Но очень странный регион, да? Обратите внимание, согласно этим данным и фотографиям, мы не видим ничего вот здесь вот между 7 и 10 часами, да? У нас даже какая-то чернота вот здесь, вот вы видите, чернота, черноту. Вот это как будто наложили какой-то даже прямоугольник сюда. Вот видите, вот эту зону, обратите внимание. Очень интересно, да? Почему? Потому что если мы глянем на приборы, то мы увидим, что была вспышка Х1,22 уровня. Ну, ничего себе, представляете, слона в комнате не заметили, как говорится. А что за качество такого получается тогда видео? И откуда взялся вот этот прямоугольник? Что пытались закрыть? Вот непонятно. Вот вы можете дать мне какие-нибудь предположения хотя бы, что делали эти люди? Ну, ладно. 31,82, кстати, эти люди на государственных зарплатах находятся. Х1, спешка 31,82 была сгенерирована, плюс, обратим внимание, на 31,83 тоже посмотрим на эту зону. Давайте дальше. Теперь глянем, что это за зона. Ну, 31,83, она как бы близко направлена в сторону нашей планеты, но уже отворачивается. 31,81 подворачивается к нам. Ну, конечно, вот 31,82, потому что до этого, если вы помните, несколько дней назад тоже была вспышка, которая вообще не направлена была никак в сторону нашей планеты, и она в обратную сторону летела. Ну, я думаю, что там тоже было Х с какими-то там номерами. Так что эта зона еще живая, вот она появилась, и мы видим, что, в общем-то, у нее потенциал еще сохранился. Самая проблема в том, что она через несколько дней повернется и будет смотреть в сторону нашей планеты. Вот будем наблюдать тогда, какой подарок она сделает нашей планете. Давайте посмотрим статистику. Статистика у нас 6 активных зон, в них 37 пятен, вроде бы все как зеленого цвета. Давайте в другом диапазоне глянем. Ну, вот она, да. Ну, такое ощущение, что она разрядилась в какой-то степени. Видно, что в этом диапазоне, что с такими большими прорехами, эта активная зона у нас сейчас как раз хорошо просвечивается, потому что находится как раз в зоне лимба. Ну, давайте теперь посмотрим на дыры. Дыр нет у нас. Ну, здесь можно обратить внимание, про Туберанец в северной части. Ну, здесь видно, что, да, зона довольно-таки активная, ну, в том числе, что она не консолидирована. Она довольно-таки рассеянная. Обратите внимание, что у нее категоризация зеленой зоны относится. Несмотря на то, что она генерирует вспышки уровней Х, что довольно-таки мощными являются вспышками. Давайте геомагнитно... Да, вот интересный комментарий написал Алексей Покровский. Алекс, спасибо. По каналу Информатор прошла информация о том, что скоро наша система посетит комета Си. Что вы думаете по этому поводу? Как она может повлиять на нашу систему? Ждать от нее сюрпризов? Хотелось бы услышать вашу точку зрения. Заранее спасибо. Ну, вы знаете, комета, она вот как раз образец того, что слишком раздута, да, вот за счет того, что вокруг нее вот такой мощный хвост, да, поэтому она и видна. Не было бы этого хвоста, который, по сути, является микрочастицами, которые просто выдуваются с этой... Ну, теряет она эти частицы в космическое пространство. И что получается? Что хвост, получается, определяет эту комету. Если бы не хвост, астрономы, может быть, ее даже и не заметили. Ну, и какой эффект? Ну, мы видим, что комета падает на Солнце. Да, Солнце может каким-то образом отреагировать, сделать какие-то выбросы. Но когда она просто пролетает в полусолнечной системе, я думаю, эффекты будут минимальные. Что-то особенного ожидать не приходится. Светлана Светикова пишет. С Новым годом! Мира всем! Здоровья! Рады видеть, слышать. Мы тоже рады слышать вас, Светлана. С наступившего вас с Новым годом. Вот праздники продолжаются. Так что думаю, что вы отмечаете их хорошо. Так, и Виталий Юсталюк пишет. Спасибо. Ну, а мы идем дальше. Смотрим прогноз. По геомагнитной обстановке остается все в зеленой зоне. По вулканам у нас 44 вулкана. При норме 40. Все в той же самой стезе, как говорится, находится. Давайте посмотрим, какие интересные вулканы. Вот Барен извергается вот здесь, на Андаманских островах. Там полтора километра над уровнем моря. Был выброс. Потом, что еще, какие вулканы. Анака-Кота вот здесь, в Зонском проливе. Там, да, 3157 метров над уровнем моря. В Стромболе продолжается вот здесь извержение, да. То есть, ну, примерно все те же самые. Фуэго, Гутемали. Здесь довольно-таки мощное, красочное извержение. Опять попал этот вулкан в фотобанки и ведущих агентств. Ну, и пока теперь в Мексике тоже происходит извержение. Так, вот что интересно, пишет Сергей Путин про вулканы. Алекс, благодарю за ответ. Будем смотреть, где рванет вулкан. Не исключая, что одновременно в нескольких местах. Ведь это типа все само. А узкое окно возможностей по швабу уже закрывается. Да, вы знаете, почему эти ребята характеризуются тем, что там может быть извержение. Это сгульки носа, а раздует так, что как будто все там, конец света наступает. Понимаете, у них такая тактика. Ладно, идем дальше. Теперь землетрясения. Смотрим 50 землетрясений за последнюю неделю. При норме 50, все четко, согласно американской геологической службе. За последние сутки от Сен-Двичева острова, вот здесь вот в Индийском океане было, вот самое крупное, это вот здесь 5,9 в Афганистане. Ощущалась она хорошо за счет своей глубины, почти 200 километров, 193 километра. Вот во всех этих государствах ощущалась. Но эффектов никаких, эффектов слишком глубокое зажигание. А вот в Сальвадоре, вот здесь вот, нет, это в Мексике. Это в Мексике, здесь 5,3 на глубине 10 километров. Вот здесь вот могло ощущаться гораздо сильнее, и эффекты могли быть, не знаю, что за строение. То есть 5,3 уже такое для Мексики довольно серьезное землетрясение. Ну и вот здесь вот реки Нес так и продолжает свои извержения. Так, давай теперь глянем, что пишет Европа. Европа фиксирует здесь, за двое суток сообщают землетрясения, поэтому некоторые могут повторяться со вчерашнего дня. Ну это реки Нес, вот здесь вот происходит активности на Канарах. Обратите внимание, Гибралтар, очень много мелких землетрясений во Франции, на границе с Италией, вот здесь вот много в самой Италии. Опять же, в Ариатическом море продолжается Польша, вот у нас 3,6, здесь на глубине 1 километра. Это у нас граница Венгрии и Австрии. Видно на Балканах довольно-таки большого количества землетрясений. Вот у нас в Игейском море на западе Турции 4,1 на глубине 1 километр случилось. Тоже очень чувствительные. Вот Греция на глубине 2 километра, видите, неглубокие. Ну и в континентальной Турции тоже. И зона раньше, кстати, тоже, смотрите, 3,3 родила. Так, вот это вот вчера мы обсуждали о землетрясении на Урале. Ну вот Емельян написал мне подробности, оказывается, это произошло в том же самом месте, что и 23 декабря. Там была четверка, тоже магнитуда, и разница буквально 5 километров между этими местами. То есть видно, что... Причем он пишет, что там есть вулканы, которые сейчас не активны, но они были в древности, извергались во все. Ой, вы посмотрите, что показывает Европа, как выглядит Каспийское море с северной части. Вы посмотрите, его практически нет уже, видите. Вот Европа самые правдивые кадры. Ну и здесь видно хорошо, глубоко в Афганистане и вокруг вот здесь Кыргызстан, вот Китай. Но вот Алексей Покровский пишет, а так в Макан даже на европейской карте землетрясение обозначено, значит, не все там просто. Да, вообще вот этот регион сейчас в Средней Азии, мы видим, что начинает хорошо так изображивать. Так, ну теперь возвращаемся к монитору землетрясения. Согласно нему, 106 землетрясений, это 2 и выше за последние сутки, примерно 150, что-то какое-то пониженное значение. Так, мы смотрим вот здесь вот в районе Исландии 2 двоечки, вот это Рикернес 4,9, на глубине 10 километров. Видно, что не фиксируют, не фиксируют большинство землетрясений в Европе, но вот рядом с Веной в Австрии здесь 2,8, на глубине 3 километра зафиксировано. И, кстати, это не первый раз, когда в Вене уже происходят эти землетрясения, там иногда было и 4,5, по-моему, пару лет назад. Так что Вена довольно-таки сейсмический город. Так, Адриатическое море 3,0, 11 километров, вот зону раньше. Ну вот мы рассмотрели, там Игейское море и Афин. Ну, кстати, вот 4,1 нет, обратите внимание, здесь было на западе Турции 4,1, здесь нет, согласно этой версии. Но зато вот здесь вот в Средней Азии четко расписано 5,9, 193 километра, это Афганистан, 4,2-10 километров, тоже Афганистан, Таджикистан 4,5, ну это Казахстан определял, и 4,9, вот тоже Казахстан без глубины, да, надо было посмотреть в Европе, какая глубина. Южная Сибирь, обратите внимание, тоже активно, 3,8 на глубине 10 километров, Красноярский край, 3,0 на глубине 10 километров, то есть это Алтайский край, Красноярский край, вот у Абакана в Хакасии 3,5 на глубине 10 километров, две двоечки в Кемеровской области и 3,1 на Республике Тыван. Практически все отметились, но вот Байкал продолжает молчать, никакой активности нет. Смотрим теперь Японию, 4,2 на глубине 70 километров в восточной части, в западной 4,8 на глубине 10 километров, здесь вулкан Нейгата Якияма, ну здесь еще 3,5 в восточной части. Унахи 4,4 на глубине 127 километров, Тайвань 4,4 на глубине 8 километров, Куешатал вулкан 4,3 на глубине 10 километров. И южнее Тайвана 3.8, 26 километров, здесь 0.801, 0.02. Смотрите, Филиппины только в западной части, вот здесь центральный 3.1, так вообще молчать. Суматра-Север 3.4, вот здесь у Зонского пролива 2.3 видно и 4.2 на глубине 44 километра. Южнее Ява 3.6, двоечка, в восточных островах здесь 3.3, вот здесь 3.5 у Сумбы и 4.1 у острова Флорес на глубине 177 километров. Две троечки Сулавеси, у Амбона две троечки и запад Папуа не успокаивается. Здесь 3.9, 10 километров и 4.1 на глубине 10 километров. Ну вот северная часть Папуа успокоилась. Австралия пропускает в этом выпуске, но зато вот Лоялти здесь 4.8 на глубине 10 километров. Давно не было в Лоялти. Кермандек 4.7, 334 километра. У Северного острова 4.3, на Южном острове тоже 4.3. Хочу сказать, что Новая Зеландия в последнее время довольно-таки бодрая. Так, в Антарктиде ничего нет, зато вот есть в центре Индийского океана, здесь Архипалак Чагас 4.9 на глубине 10 километров. К западу от Африки острова Вознесения 4.7 на глубине 10 километров. Но мы с вами идем теперь, в Канаде ничего нет, Южная Аляска здесь троечка-двоечка, еще одна двоечка до ноли высочайшей горы, или Маккинли она называется еще по-другому. На Гавайях 3.0 на глубине 36 километров килауэй, и в самом вулкане 3.3 на глубине 500 метров всего. Так, Америка тихая, Нью-Мексика, вот здесь 2.8 на глубине 7.49 километров. И давайте посмотрим, теперь Мексику. Калиман 2.3, у Акаполька здесь 4.0 на глубине 6 километров, южнее 3.2. В заливе, смотрите, вот это 5.3 на глубине 10 километров произошло, поэтому там эффекта никакого нет на побережье. 4.3, 58 километров, и две троечки здесь у Хучетана. Так, здесь в океане 3.2 на глубине 20 километров, у Никарагуа троечка, 3.2. У Коста-Рики у нас 3.3, и у Панамы тоже 3.3. У Пуэрто-Рико у нас вот так вот кружком 4.3 хороводы будет. Перу 4.0 на глубине 122 километра, с северной Чили, но относительно тихо, вот здесь из интересных, 4.6, 124 километра, плюс 3.3, двоечка у Арики со стороны Аргентины 4.4 на глубине 197 километров, и троечка у Ла-Сирена 4.3, 52 километра, здесь троечка, 2.2, у Ульпа-Раиса здесь 4.2 на глубине 58 километров, и у Концепсиона 3.1. Самый-самый юг, это Аргентина 2.7 на глубине 10 километров. Так, и вот 5.1 на Сен-Вичевых островах, здесь глубина 10 километров. Ну, что хочется сказать, в целом активность, наверное, нормальная, такая стабильная, как она должна быть. Конечно, вот это в Средней Азии, вот этот конгломерат вызывает вопрос. У нас Южная Сибирь чрезвычайно активная, чрезвычайно. В Новой Зеландии тоже активность высокая, но вызывает вопрос, почему вот эта зона замокла между Фиджи и Папу практически абсолютно полностью. Ну, а так у нас есть пятерки здесь, и в Сен-Вичевых островах, и в центре океанов у нас почти пятерки 4.9, да, видно нарисовано. Так что смотрим, что будет продолжаться дальше. Ну, а я жду ваши комментарии, почему вдруг вспышка и информация, то есть ни фотографии, ничего не попало на вот это видео, которое проводит монитор солнечной активности. Ну, а с вами был Алекс Канамбери, Лабжи. Отличное упражнение.